Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Сегодня поговорим о Псалме 70, о его надписании, которого нет. И тема нашего сегодняшнего разговора такая. Кто такие сыновья Иона Дававы? Нашим помощником разговора является портал Эксгет, и мы сегодня обратимся к очередному, такому необычному, загадочному сюжету из книги Псалтирь. Главная тема всех наших разговоров это такая, чтобы показать слушателям, доказать, я пытаюсь это доказывать постоянно, что Псалмы являются книгой с текстами загадочными, неоднозначными, удивительными, полными разных неожиданных каких-то вот вещей, изумляющих и удивляющих нас. Итак, переходим к разговору. Надписание. Надписание – это вот самая первая строчка, стих, слова, находящиеся в начале Псалма. Почти у каждого Псалма это надписание имеется. У процентов, может быть, 90 Псалмов есть надписание. В этом надписании указывается авторство этого текста и какие-то детали, касающиеся исполнения этого Псалма. Инструмент, мелодия, хор и так далее. К сожалению, в большинстве случаев мы не можем расшифровать или толком понять, что тут имеется в виду, потому что древних инструментов мы не имеем, никаких изображений, инструментов лир, арф и так далее до нас не дошло с того библейского времени. И мелодии, которые тогда использовались, тоже мы видите, к сожалению, мы их не имеем, потому что никаких нотаций, никаких нот с тех времен до нас не дошло. Так вот, в этом Псалме надписание, оно отсутствует и в тексте еврейском, и в наших переводах, переводах всех, и Синодальном, и РБО, никакого надписания у Псалма 70-го не имеется. Но зато надписание у этого Псалма есть в Славянской Библии. И вот оно такое. «Давиду Псалом, сынов Ионодавовых и первых пленшихся, не надписан у еврей». Вот. Такое надписание. И раз есть это надписание в Славянской Библии, наша первая догадка, которая оправдывается, которая верная, надписание есть в Септуадинте. Так и есть. Мы находим такое уже надписание на на греческом языке, в Септуадинте, где рассказывается о каких-то сыновьях Ионодавовых и первых пленшихся. Но уже в редакции христианской добавилось еще одно надписание, часть надписания, что этого текста нет у евреев. И давайте порассуждаем сегодня, какие такие сыновья Ионодавовы тут могут иметься в виду. Потому что это есть проблема, загадка и вещь неоднозначная. Библия знает двух Ионодавов, у которых, возможно, были дети. Начинаем с первого Ионодава. Итак, это вторая книга царств, глава 13. Рассказывается о жутчайшей истории. Друзья, это жутчайшая история, дикая история, которая была в семействе царя Давида. А мы с вами знаем, об этом была у нас отдельная лекция, разговор, что это псалом стареющего человека. И тогда, возможно, это вот такое вот надписание, оно нам подсказывает, что было в голове и у автора этого текста, у этого псалома, у Давида, условно говоря, когда вот он старел, переживал свою немощь. А у него в голове была фигура этого Ионодава. Вот это гипотеза, это предположение. Чем же этот самый Ионодав прославился в плохом смысле в этом тексте? Итак, у Давида, как мы знаем, было много жён, наложниц, и много было сыновей, дочерей. И вот один из его сыновей, звали его Амнон, влюбился в другую свою сестру, дочку Давида, Тамар или Фамар. Переводится слово еврейское пальма, видимо, была красивая, высокая девица. Амнон и Тамар, и Фамар были братьями, братьям и сестрой по отцу, но у них были разные матери. И вот Амнон начал буквально сохнуть, да, вот он не мог жить без того, чтобы не оказаться наедине со своей сестрой, Фамарью, у него было к ней дичайшее, жутчайшее и незаконное влечение. Так вот, этот самый Ионодав, тоже родственничек, это племянник Давида, дают ему совет заманить её, притвориться человеком болеющим, страдающим, умирающим, и заманив её, её там и изнасиловать. Это и случается, возникает жутчайшая ситуация в семействе Давида, показывающая всю нездоровость этих отношений и всю губительность многоженства, которая практиковалась и Давидом, и Соломоном. Ничего хорошего из этого многоженства никогда не получается, да, видите, ссора в семье, ужасная ситуация в семье. Давид об этом узнаёт, ничего он не предпринимает, а что он может сделать, он что должен убивать своего сына, он выжидает, но через три года свершается наказание. Родной брат Тамари, Фамари, звали его Авесолом, убивает Амнона. Видите, брат насилует сестру, потом брат убивает брата. И вот всего этого причиной, виновником, оказывается тот самый родственничек Иоаннадав. И вот этот самый Иоаннадав, возможно, является таким вот, не знаю, подсказкой, что ли, намёком на то, что было в сердце или в уме этого стареющего Давида, который думает о Боге в Псалме 70-м, но не думает о детях, потому что ничего хорошего, ничего позитивного с детьми у него не очень-то и связано. Вторая гипотеза. Ещё был другой Иоаннадав, лицо загадочное, вот, у которого было потомство. Это потомство звали, это потомство, какое-то племя, да, племя реховимы, реховиты, да, вот это вот племя, оно встречается в книге пророка Иеремии, глава 35-я. И вот этот фрагмент с книги пророка Иеремии мы сейчас прочитаем. Итак, со стиха первого читаем. Вот слово, которое было Иеремии от Господа, во дни царя Иудеи и Акима, сына Иосии. Иди к реховитам, говори с ними. Вот реховиты, это есть потомки этого самого, видите, сыновья Иоаннадава, о котором мы и говорим. Вот они, реховиты. Говори с ними, приведи их рам Господа в один из залов и дай им вина. Реховиты – загадочные люди. Они встречаются в Танахе несколько раз. И, наверное, скорее всего, они были какими-то родственниками евреев, потомками Авраама, каким-то кочевым племенем, жившим в, может быть, в Аравии, в Аравийской пустыне. Ну, короче, они контактировали с евреями. И мы знаем, что эти вот реховимы, они же кениты, были связаны с медианитянами, с которыми был связан и сам порок Моисей Моше. Дальше. Значит, Иеремия пишет. «Я поставил пред реховитами кувшины с вином, и чашей сказал им, пейте вино». То есть он позвал реховитов, находящихся в Русалиме, в храм, в отдельное помещение, поставил пред ними вино, чашей и кувшины, и сказал, пейте вино. «Но они ответили, вина мы не пьем, ибо предок наш Иоаннадав, сын Рихава, вот Иоаннадав, сын Рихава, а мы дети Иоаннадава и внуки Рихава, получается, нам заповедовал, вина не пейте. Это его завет, завет Иоаннадава, моего дети, поэтому мы не пьем, не пейте вина, ни вы, ни ваши дети вовеки. Домов не стройте, хлеба не сейте, винограда не разводите, да не будет у вас этого. Во все ваши дни в шатрах живите, и жить вы будете долго на земле, где вы пришельцы. Мы исполняем повеление нашего предка Иоаннадава, сына Рихава, все, что он нам заповедовал. Ни мы, ни наши жены, ни сыновья, ни дочери наши никогда не пили вина. Домов себе не строили, чтобы жить в них. Нет у нас виноградников, ни полей, ни зерна. Мы живем в шатрах, совершаем, исполняем все, что заповедовал нам предок наш Иоаннадав. Вот этот вот такой разговор. Для чего это делает Иеремия? Зачем ему эта вот встреча, это искусство, испытание, которое он проводит с риховитыми детьми Иоаннадава? Иоаннадава. А вот зачем? И было Иеремии слово Господа. Так говорит Господь вовнств, Бог Израиля. Иди, скажи людям иудеи, жителям Иерусалима, неужели вы не поймете этого наставления? Не послушайте моих слов, говорит Господь. Слова Иоаннадава, сына Рихава, соблюдаются. Он заповедовал своим сыновьям не пить вина, и они не пьют его до сих пор, повинуясь заповеди своего предка. А вы мне не повинуетесь, хотя я говорю вам, говорил снова и снова. И вот в этом суть этого такого действия, жеста, поступка Иеремия. Он дает как будто бы урок всем евреям. И у детей Иоаннадава, его сыновей, и у вас была похожая судьба. Вы пришли на чужую землю, которую Бог дал вам. И у вас было слово, завет, данный как будто бы вашим отцом, вашим родоначальником Моисеем. У них был Иоаннадав, у вас Моисей. Они Иоаннадава слушают. Вы, Моисея, не слушаете. Нарушаете все его заветы, хотя как будто бы Бог снова и снова обращается к этим людям, вот наставляя их в правильной жизни. И тогда получается, что Иеремия в пример иудеям ставит этих самых кенитов, реховитов, этих кочевников, наверное, каких-то древних арабов, потому что в чем-то они являются примером для подражания. Как сообщает нам даже книга пророка Иеремии, они были первыми, кого пленили войска царя Павелонского Новохудоносора. И они были первые пленены и первые уведены в изгнание. И тогда получается, что смысл этого написания, видите, псалом Давиду, сынов Иоаннадавовых и первых пленшихся, то есть первых, кого пленили, он получает подтверждение. Возможно, эти самые реховиты, дети Иоаннадава, уходили в плен, там жили и вот думали об этих мыслях, отраженных в Пшалме 70-м. В дальнейшем христианские толкователи уделили большое внимание этому написанию. Например, Афанасий Великий сравнивает реховитов с апостолами. Они были как будто бы не евреи, хотя они были евреи, но по мнению Афанасии Великого они были как будто бы уже от другого колена, от другого рода, другого народа. И они по сравнению с евреями все правильно делали. Это вот комментарий Афанасии Великого. А Григорий Низкий рассуждает в другом ключе, он пытается проанализировать. А почему это интересно? Есть у христиан надписание, а у евреев нет. Хотя он, видите, ошибается, потому что есть надписание у евреев грекоязычных, но нет у евреев аромео, либо еврея язычных. Тут он, видите, ошибается. Но вот он так интерпретирует, что евреями сие умолчано, причина же тому ясна. В этих словах заключается более других явное пророчество о Господе, и имя осуждается, словами этими, неверия иудеев, которые не могли принять явного учения о таинстве, ну и так далее. И получается, что евреи, которых, может быть, не устраивало, не устраивало сравнение с сыновьями Ионадава, не евреями, вот они вот и как будто бы выморали, убрали надписание. Скорее всего, предположение гипотеза Григория Низского несправедливо, скажу даже больше, оно точно является неверным. Таких вещей мы не обнаруживаем, изучая Библию еврейскую, какую-то правки сознательной, целенаправленной, злонамеренной, мы такого не находим. Но зато для того, чтобы объяснить то, что надписание в мазаритской Библии отсутствует, есть другое научное объяснение. Какое объяснение? Псалом 69, сосед Псалма 70, Псалом маленький, имеющий всего лишь пять стихов и надписание, надписание пять стихов, вероятно, вероятно, давным-давно был одним целым с Псалмом 70. И некоторые рукописи еврейские показывают нам это вот единство. Получается, что тогда у Псалма 70 есть надписание, и оно находится в начале Псалма 69. Но в дальнейшем вы видите, в ходе переписывания Библии в традиции греческих евреев и евреев аромеоязычных какие-то изменения были совершены, это вещь неизбежная и довольно частотная. И кое-где надписание сохранилось или появилось, наоборот, а кое-где оно отсутствует. Для этого всего есть сугубо научное, рациональное объяснение. Дорогие друзья, сегодня поговорили о детях и надава. Разговор окончен. Помощником нашим был портал лакзиди.ру Спасибо за внимание, всего хорошего и болейте. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо.